День добрый! С вами Смирнова Ирина. И сегодня мы обсудим вопрос, как можно подобрать и переустановить шаблон на вашем блоге, если ваш шаблон не адаптивен. Сегодня наше видео будет посвящено продолжению темы адаптивный шаблон. Наверное, вы обратили внимание на то, что Google, когда дает свои рекомендации по поводу работы с адаптивным шаблоном, он в третьем пункте всегда выдает одну и ту же фразу – поменяйте шаблон на своем блоге. Это достаточно такой верный и достаточно правильный вариант замена статичного шаблона на адаптивный. Что такое шаблон, как он взаимодействует с платформой WordPress, это я все написала в статье, ссылку на которую вы найдете под этим видео. Итак, наша задача с вами сегодня – посмотреть, как можно быстро подобрать шаблон, посмотреть, как он будет выглядеть на вашем сайте и установить его и адаптировать его к вашему блогу. Итак, работать мы будем с вами опять же вот на этом моем сайте, который называется «Поговорим о жизни за чашечкой кофе», где мы с вами занимаемся настройкой шаблона и где мы вообще видим наши шаблоны. Заходим в консоль нашего блога и в ссылке «Внешний вид», в опции «Внешний вид» видим вот такую опцию, которая называется «Тема». Именно вот по этой опции мы с вами будем заходить внутрь шаблона, внутрь WordPress, который нам будет предлагать в своей библиотеке массу шаблонов. Но я хотела бы обратить ваше внимание на следующее. Вот посмотрите, у нас с вами есть для настройки шаблона специально выделенная опция «Настроить». Мы сюда можем зайти и посмотреть, как будет выглядеть наш шаблон, мы уже говорили об этом. И вот здесь вот пройти все настройки этого шаблона. И еще один момент, на который надо обратить внимание, что каждый шаблон, функциональный шаблон, имеет дополнительные настройки вот здесь в консоли блога. Посмотрите, «Внешний вид» – вот такая опция. Мой шаблон здесь называется «Шоколад». И посмотрите, вот есть такие настройки «Шоколад с этим». То есть, так как я писала в статье вам, здесь вам предлагается разработчикам этого шаблона дополнительные настройки. Такие настройки, которые были бы для вас наиболее оптимальны. Вот посмотрите, здесь есть возможность настроить внешний вид шаблона, установить фейвикон. Видите, здесь различные иконки выбрать, с какой стороны будет сайт бар. И вот таких вкладок у нас несколько. Посмотрите, вот здесь я могу, например, установить, каким образом будет выглядеть картинка, как будет обтекать текст мою картинку. Здесь очень много есть настроек. Их надо просто внимательно просмотреть. И вот такой шаблон, который имеет возможность настраивания не только вот по этой опции настроить, но еще внутри опции «Внешний вид» есть еще индивидуальные настройки самого шаблона. Да плюс еще предлагаются специальные рекомендуемые плагины, которые помогают этому шаблону работе. Вот такой шаблон достаточно оптимален для работы с вашим блогом. Итак, ну предположим, что вот на этом моем блоге этот шаблон у меня статичный, не адаптивный. И у меня появилась задача его поменять. Что я делаю? Я выхожу вот в эту опцию «Темы». И в этой опции вижу, что у меня в админке моего блога есть только один вот этот вот шаблон «Шоколад». Остальные шаблоны, которые я примеряла тогда, когда я создавала этот блог, я их просто удалила из корня моего сайта. Я покажу вам, как это делается чуть позже. Итак, чтобы найти новую тему, я кликаю вот на эту ссылочку, на эту клавишу «Добавить новую». И выхожу в поиск шаблона или в библиотеку шаблонов WordPress. Посмотрите, здесь есть избранные шаблоны. Избранных шаблонов 15. Мы выходим с вами в популярные шаблоны. Вот здесь есть такой фильтр характеристик. Я работала и показывала, как с ним работать в статье, где мы меняли шаблон на WordPress тогда, когда изучали опцию «Темы». Поэтому сейчас я сюда просто заходить не буду. А вот мы выходим сюда в популярные. Таких тем WordPress предлагает 2370 ген. Их очень много. Поэтому ваша задача – очень внимательно просмотреть сразу внешний вид шаблона. Вот давайте посмотрим. Здесь на самой вот этой плашечке, которая здесь показана, здесь уже показаны самые лучшие возможности этого шаблона. Вот посмотрите. Вот, например, у этого шаблона понятно, что здесь будет у нас такой… На главной странице будут показаны очень большие серьезные картинки со всевозможными ссылками на какие-то определенные материалы. Посмотрите. Здесь тоже показано у нас, что здесь вот… Мы видим сразу, что здесь в хедере, например, можно установить баннер. Этот баннер может быть, как, например, объявлением, если вы начинаете работать с объявлениями дополнительными. Или это может быть баннер на какую-то вашу конкретную страницу подписки и так далее. То есть вы смотрите вот по внешнему виду, смотрите, как будет выглядеть приблизительно тот шаблон на вашем блоге. Но я обычно выбираю самые простые шаблоны. Такие шаблоны, которые как бы картинок-то имеют не слишком много, да, но они такие функциональные достаточно. Вот один из таких шаблонов, с которыми я в последнее время очень часто работаю, это шаблон базик. Чтобы посмотреть все настройки этого шаблона, я выхожу вот по этой кнопочке «Просмотреть». Сейчас мы с вами этот шаблон будем просматривать в самой библиотеке. Я хотела, чтобы вы четко распознавали те ссылки, которые вам помогают смотреть или просто сам шаблон, или шаблон уже с вашими материалами. Вот сейчас мы просматриваем сам шаблон просто в библиотеке WordPress. Посмотрите, с левой стороны у нас появляется дополнительная панель, где мы видим сам шаблон и информацию об этом шаблоне. Значит, первое, что я могу здесь посмотреть, я вот читаю здесь, что это адаптивная, базовая, чистая тема, да, но на всякий случай я могу и проверить, как она выглядит. Как проверять уже мы с вами видели и понимаем, что просто браузером, сдвигая браузер, мы с вами можем увидеть адаптивность этого шаблона. Теперь я смотрю сам шрифт шаблона. Посмотрите, здесь мы видим, как будет оформлен сайт Байер, как будут оформлены заголовки, какой величины здесь сам шрифт, как будут выглядеть кнопки на этом шаблоне. Здесь я могу увидеть практически все. Я вижу здесь, что здесь есть кнопочка, которая будет возвращать посетителя к началу вашего блога. Я могу посмотреть, как будет выглядеть страница. Могу посмотреть форму комментариев. Видите, здесь даже уже кнопки установлены. Могу посмотреть, как будет выглядеть под родительская страничка. Ее можно сделать, посмотрите, даже без сайт Бара. То есть вот здесь первую информацию об этом шаблоне я получаю. Для того, чтобы понять настройки этого шаблона, я делаю следующее. Вот здесь с левой стороны есть кнопочка «Установить». Вы не бойтесь устанавливать этот шаблон к себе на блог. Он не будет у вас отображаться на блоге. То есть он не будет заменять ваш рабочий шаблон. Он просто попадет в админку вашего блога. Поэтому я просто кликаю вот сюда на кнопку «Установить». Проходит установка. То есть коды этого шаблона попадают в корневую папку вашего блога. Дается информация о том, что шаблон установлен, но он не активирован. Вот если вы нажмете вот на эту кнопку «Активировать», то тогда вы замените свой шаблон на вот этот шаблон. Что я делаю дальше? Теперь я хочу посмотреть, как этот шаблон будет смотреться на моем блоге. Я закрываю эту часть и опять выхожу в опцию «Тема». И вижу, что вот здесь у меня, мы видели с вами только одну тему «Шоколад». А теперь появилась вторая тема «Вазик». Теперь смотрите, у меня здесь показано, что «Шоколад» у меня активная тема. Я могу перейти в ее настройки. А вот эта тема у меня пока еще не активна. У меня есть возможность ее активировать, а есть возможность просмотреть. Просмотреть, как эта тема будет выглядеть с информацией моего блога. Давайте кликнем на эту клавишу и увидим, как будет выглядеть мой блог. Посмотрите. Здесь настройки идут такие. Здесь пока хедера нет. Того хедера, который я создала. Здесь есть сразу название моего блога. То название, которое у меня заложено в самом блоге. Теперь я вижу, как будет выглядеть моя главная страница. Видите, сразу переведено клавиша «Начитать далее». Странички как будут выглядеть. Я могу подняться вверх. Я могу посмотреть, как будет выглядеть страница автора. Сразу же здесь. Вот таким образом она будет выглядеть. Я могу посмотреть, как будет выглядеть содержание моего блога. Вот таким образом оно будет выглядеть. То есть я здесь уже могу примерить информацию своего блога к этому шаблону. Самое главное, я вижу то, что я здесь могу настроить. Посмотрите, сколько здесь настроек. Первое, что я могу сделать, это посмотреть заголовок сайта. То есть я могу выбрать, например, отображение в заголовке только картинки. Картинки над названием, картинка слева, картинка справа, картинка под названием. То есть посмотрите, выбора достаточно много. Я могу посмотреть название сайта, позиция, заголовка сайта и так далее и тому подобное. Я могу даже убрать, показать описание сайта. Вот видите, я сейчас убрала галочку в чекбоксе, у меня ушло, что здесь личный блог Смирнова Ирина. То есть я могу попробовать здесь что-либо настроить. Возвращаюсь и смотрю изображение заголовка. Вот такое у меня изображение заголовка загружено на мой кофейный блог. Если я сейчас смогу, если вот у меня его здесь не было бы загружено, то я просто выхожу в свой библиотеку медиафайла, нахожу тот хедер, с которым я работала и выбираю его и обрезаю. Я здесь вижу, что я могу увеличить свой хедер так, как мне нравится, обрезать его и установить. Вот сейчас он здесь появляется. То есть я здесь могу увидеть то, что у меня будет, как у меня будет отображаться мой хедер здесь на этом блоге. Ну, все эти настройки я могу сделать, вот прямо не выходя и не устанавливая этот шаблон на свой сайт. Теперь посмотрите. Здесь я вижу, что есть дополнительная информация. Вот дизайн для этой темы. Почему я выбираю сюда дизайн очень простой? Потому что WordPress сейчас очень старательно готовит дополнительные, очень интересные темы. Давайте попробуем выйти сюда. И видите, мне предлагаются темы в синем формате, вот в таком бежевом формате, вот в таком чистом формате. Давайте выберем вот этот формат. И выйдем на возможности просмотра этого дизайна. Видите, дизайн очень неплохой, но он имеет определенную цену. 490 рублей. В принципе, не так уже и дорого. Можно купить такой себе дизайн. Или я захочу выбрать, например, вот такой дизайн. И тоже у меня есть предложение по его покупке. Вот этот дизайн уже стоит 350 рублей. Здесь я могу понять, каким образом идет установка. Этого шаблона и так далее и тому подобное. То есть здесь уже вы внимательно все читаете и просматриваете то, что вам необходимо. Итак, я этот вопрос здесь решила. И вот таким образом, если мне нравится мой шаблон, а я знаю, что он адаптивный, потому что вот здесь, вот видите, я могу еще раз проверить, что этот шаблон действительно адаптивен. Я, если решила его установить, то я кликаю вот на эту клавишу «Сохранить» и «Активировать». Ну, правда, только после активации вы увидите ту информацию, которая есть дополнительная внутри админки самого блога. Кроме вот такой работы внутри самого блога по переустановки шаблона, я еще предлагаю вам вот такой сайт, который называется «Русские шаблоны», а точнее это «Шаблоны WordPress на русском языке». Здесь есть на сегодняшний день, каждый день этот цикл увеличивается, на сегодняшний день адаптивных сайтов, вот посмотрите, 700 единиц. Кликаю сюда «Показать неадаптивные сайты» и у меня выпадает вот такое большое количество шаблонов. Посмотрите, сколько здесь страниц, вот на данный момент 15 страниц. Как я здесь могу работать? Здесь я могу посмотреть сам шаблон, наведя курсор вот на иконку этого шаблона, видите, он здесь открывается. Я могу зайти вот сюда на демонстрацию этого шаблона. Я могу сразу посмотреть, как он будет выглядеть у меня на компьютере, на планшетах, на всевозможных гаджетах. Видите, здесь уже дополнительно показывается адаптивность этого сайта. Ну и чтобы этот шаблон повнимательнее посмотреть, ну вот давайте сюда мы зайдем опять. Я могу просто по нему вот так вот кликнуть и у меня появляется вот такая дополнительная информация. Демонстрация этого шаблона, где мы с вами уже были. Либо вы можете, посмотрев информацию более подробно об этом шаблоне, вы можете скачать сам шаблон, архив шаблона. И тогда, если вы решите его установить, то вы просто его закачиваете в админку вашего блога. Ну а теперь давайте посмотрим, как убрать надо лишние шаблоны в админке блога. Вот давайте зайдем сюда. Я здесь закрою эту информацию. Видите, в моей админке сейчас находятся два шаблона. Это шоколад и базы. Вот для того, чтобы лишнего ничего не висело на вашем сайте, вы или через свой хостинг, или через FTP соединение, в данном случае я использую по азилу, заходите на свой хостинг. Вот я открываю свой сайт, открываю корневую папку. Вот она, корневая папка моя, да? Захожу в папку контента, нахожу вот такую папочку, которая называется «Темы». Открываю ее и вижу, что внутри этой папки у меня лежат коды шаблона «Шоколад» и коды шаблона «Базик». Вот шаблон «Базик» я просто удаляю. Сейчас пройдет работа, будут удалены файлы. Вот видите, у меня только осталась одна папка с шаблоном. И давайте посмотрим, что у меня осталось теперь здесь, в самом сайте. Как видите, остался сегодня шаблон под названием «Шоколад». Итак, точно так же вот вы через FTP-клиент можете и загрузить сюда архив сайта, или можете загрузить его через свой хостинг. Вот таким образом, очень быстро и просто вы можете подобрать шаблон, адаптивный шаблон для своего сайта и провести его замену на своем блоге. Причем вся информация, та информация, которая у вас уже загружена на сайт, она у вас будет сохранена. Поэтому ничего абсолютно бояться не надо. В любом случае, если вам не понравится тот шаблон, который вы загрузили, вы можете его удалить и установить новый шаблон, который вы подобрали заново. Всего доброго! С вами была Смирнова Ильина. Субтитры создавал DimaTorzok